Первые шаги в радиоэлектронике И в первую очередь электротехнику Потому что электротехника это основа радиоэлектроники Каждый из нас знает, что радиоприемники, телевизоры, монитофоны и прочие радиоэлектронные устройства работают на электрическом токе Но в то время, как в обычных машинах есть движущиеся части, все явления наглядны В радиоэлектронике как будто все мертво и неподвижно В действительности этот покой обманчив Потому что каждый проводок, каждая деталь густо населены невидимыми глазуэлектронами Совершающими невообразимо сложные движения Электрический ток зарождается в микрофоне Притекает через антенну Образует радиоволны Всиливается транзисторами, микросхемами Раскачивает компоговорители, рисует картины на экране телевизора и т.д. и т.п. Поэтому овладение электроникой немыслимо без знаний свойств электрического тока и его законов Еще в древности было известно Свойство янтаря, окаменевшей смолы и глористных растений Притягивать легкие предметы Если его натереть шерстью или кожей Поскольку греческое название янтаря электрон Отсюда и возникло название электричество Электризация предметов оставалась неизученной до конца XVI века Когда было открыто, что и другие вещества, например, стекло, сера, смола, сургуч и прочее Обладают подобными свойствами Опыты показали, что при электризации тел всегда получается два вида электричества Электрический заряд, возникающий на стеклянной палочке, был назван положительным А электрический заряд, возникающий на абонитовой палочке, отрицательным Так и возникли обозначения плюс и минус Какие изменения происходят в стекле и абоните при трении? Чем объясняется электризация? Все предметы и вещества состоят из малых частиц, называемых атомами В твердых веществах атомы крепко связаны между собой А в жидких и газообразных эти связи незначительны Чтобы понять, как малы атомы, представим себе, что в одной капле воды атомов больше, чем водяных капель в Черном море Каждый атом состоит из положительного ядра, вокруг которого обращаются с головокружительной быстротой отрицательно заряженные частицы, называемые электронами На рисунке 2.2 показаны атомы легкого газа, гелия и железа Таким же образом устроены атомы всех других химических элементов В обычном состоянии число вращающихся вокруг ядра электронов равно числу положительных частиц ядра И атом в целом электрически нейтрален Трением, нагреванием и так далее Внешние орбиты атома можно отнять один или несколько электронов В этом случае количество положительных зарядов в ядре будет превладать И атом превратится в положительно заряженную частицу То есть положительный ион Кроме потери электронов, возможно и присоединение дополнительных электронов Причем атом превращается в отрицательно заряженную частицу И называется отрицательным ионом Все это показано на рисунке 2.3 Где атомы представлены в упрощенном виде При электризации тел происходит отдача или присоединение только электрона А положительные частицы остаются неподвижными Потому что они находятся в ядрах атомов и крепко связаны с веществом Например, натертая лоскутом шерсти стеклянная палочка заряжается положительно А шерсть отрицательна, так как электроны переходят с стеклянной палочки на шерсть При натирании абонитовой палочки электроны переходят с шерсти на палочку Поэтому лоскут шерсти заряжается положительно, а абонитовая палочка отрицательна Явление присоединения или отдачи электронов от атомов называется еще ионизацией Оно не имеет ничего общего с расщеплением атома, когда изменяется строение ядра Продолжение следует... Продолжение следует...